Саша, согласен, что сегодня Сибирь, возможно, в первых сменах где-то перегорела? Нет, не согласен, что мы перегорели. Вышли достаточно заряженными, были готовы к матчу, но допустили ошибку, которую нельзя допускать в таких играх, и соперник сразу же наказал. Сегодня Сибирь довольно тяжело проходила именно в зону авангарда. С чем можешь связать? Да, с тем, что соперник забил два гола и все, и поставил забор, и там уже невозможно было как-то заходить не индивидуально. Если мы забрасывали шайбу, они ее просто выбрасывали первым же касанием, и они просто сделали счет и поставили оборону в средней зоне, которую очень сложно пройти. Уже вторую игру подряд Сибирь перебрасывает авангард, чего не хватает именно под воротами, возможно? Не хватает голов, мы перебрасываем соперника только лишь потому, что соперник делает результат, делает счет и начинает играть уже по счету. Уже зачем им забивать еще, они спокойно играют в обороне. Как можно ценить игру первого вашего сочетания? Все-таки в равных составах от вас большего ожидает. Я опять же повторю, что здесь можно оценивать сколько угодно, но когда счет 2-0 уже в первом периоде, то и соперник играет таким образом, что строит оборону в пятером просто сзади. Тут очень сложно подобрать какие-то ключи, единственное – это идти на удаление, зарабатывать удаление и показывать только игру в большинстве. Но мы сегодня даже этого не сделали, и поэтому очень сложно, повторюсь, когда соперник в пятером строит оборону в средней зоне. Очень сложно пройти ее. Сибирь в домашних матчах играла больше все-таки первым номером, но единственная победа была за счет самоотверженности, когда Сибирь играла вторым номером. На твой взгляд, как Момске нужно сыграть в пятой игре? В Омске лучше сыграть гораздо спокойнее, чем вот эти мы два матча сыграли, потому что допустили, еще раз повторюсь, такие ошибки в каждом матче, которые нельзя допускать. И соперник очень мастеровитой команды, вот в первом матче мы не допускали этих ошибок, из-за этого такой был результат. Так что нам просто следует не допускать именно глупых ошибок.